Всем добрый вечер! В эфире новости. Итоги этого дня. Вместе с вами подведу я, Антон Скаль, вот главные темы. В новом учебном году в сельских школах Алтайского края будут работать педагоги со всей России. Я уже не ожидала, что такое произойдет со мной. Я поеду вот вниз данного города. Есть поселок Комсомольский в Павловском районе. Поеду туда работать. В Алтайском крае определились финалисты чемпионата России WorldSkills среди учащихся среди специальных образовательных учреждений. В начале выпуска мы задали вопрос, как поворачивать локомотив, если оба колеса, а это колесная пара, крутятся с одинаковой скоростью. Обратите внимание на сечение колеса. У него два диаметра, внутренний и внешний. И эти диаметры разные. То есть здесь колесо проходит меньший путь, а здесь больший. Вот и весь секрет. Свою жизнь она рисует. Народный мастер Алтайского края выступит на Всероссийской выставке-конкурсе «Русь мастеровая». Губернатор Виктор Томенко принял участие в окружном совещании по вопросам формирования комфортной городской среды в регионах Сибири. Его в режиме видеоконференции провел полномочный представитель президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Сергей Миняйло. В Алтайском крае в 2020 году на благоустройство общественных и дворовых территорий направлено 857 миллионов рублей. Первоначально по проекту формирования комфортной городской среды в регионе планировалось благоустроить 301 объект в 42 муниципальных образованиях. Это 55 общественных и 246 дворовых территорий. Однако в рамках проведения конкурсных процедур при определении подрядных организаций появились дополнительные средства на благоустройство еще 12 объектов. Образовалась экономия в размере 26 миллионов рублей. Мы еще раз отобрали 12 объектов. Таким образом, на сегодня мы идем с перевыполнением некоторых наших обязательств по количеству, имеем контракты и соответственно подрядчиков на всех 313 объектах. 255 дворов, 58 общественных территорий. Все запланированные мероприятия, повторюсь еще раз, по благоустройству территорий, как и в предыдущие, впрочем, три года, будут выполнены нами в полном объеме в необходимые сроки. И данный вопрос я держу на личном контроле. Почти 200 тысяч семей края получили сертификат на материнский капитал. Большая часть жителей региона направили полученные средства на улучшение жилищных условий. Это сделали почти 150 тысяч семей. А также на погашение ипотеки. Вкладывают маткапиталы в обучение детей. В краевом отделении пенсионного фонда сообщают, в регионе стартовала проактивная выдача сертификатов на маткапитал. Это означает, что выплата оформляется автоматически. Сведения о появлении ребенка, дающего право на материнский капитал, теперь поступают в Пенсионный фонд России из ЗАГСа. На школьные линейки придут первоклассники, выпускники 9-11 классов, а также их родители. Об этом в ходе пресс-конференции рассказал министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко. 24 августа пройдут финальные консультации с Роспотребнадзором, после чего точно станет известно, насколько возможно провести линейки в вочном формате. На сегодня известно, что первые две четверти пройдут в особом режиме с термометрией, санитайзерами, проветриванием помещений после каждого урока, влажными уборками каждые два часа, а также по принципу один класс, один кабинет. Массовые мероприятия пока будут под запретом. Мне кажется, что большинство детей, подавляющее большинство, уверен, родителей и учителей, ждут очной встречи и очного общения, очной коммуникации, очной роскоши общения и работы, обучения. Но мне кажется, это не будут особые сложности для адаптации. Но у кого будут сложности, наши опытные учителя выявят эти сложности и вместе с родителями попытаются их нивелировать. Помощь психолога, она никогда лишней не бывает, особенно для детей, которые развиваются, которые постигают мир, всегда возникают какие-то сложности. В новом учебном году в сельских школах Алтайского края будут работать педагоги со всей России. С участниками программы «Земский учитель» встретился министр образования и науки региона Максим Костенко. Подробности в материале моего коллеги Глеба Полянского. Победители всероссийского конкурсного отбора, педагоги из 13 регионов страны, отправятся работать в школы 23 районов и двух городов Алтайского края. В первую очередь туда, где есть дефицит преподавательских кадров. На каждую должность мы делали до пяти претендентов, для того, чтобы можно было тоже приехать, посмотреть, поизучать. Понравилось, не понравилось с точки зрения атмосферы в школе и той инфраструктуры, которая есть. Потому что речь, конечно, у нас в Алтайском крае, больше всего, конечно, это небольшие села и очень часто отдаленные села. Учителя, участники программы в ближайшее время получат единовременные выплаты. Миллион рублей из федерального бюджета. По аналогии с программой «Земский доктор». Но в отличие от нее, средства можно потратить не только на жилье, но и другие нужды. С учителями из других регионов на Алтай переезжают и члены их семей. С размещением и трудоустройством помогают местные власти. Это одно из условий программы. Заира Гаджиева родилась и большую часть жизни прожила в Республике Дагестан. Некоторое время преподавала в Новосибирске. В школе работает с 2009 года. В Алтайский край переехала с удовольствием и желанием трудиться. Как учитель, конечно же, я узнала о данной программе и подала заявку, собрала документы. Было волнительно. Я уже не ожидала, что такое произойдет со мной. Ну, все-таки дождалась. Очень рада. Я поеду близ данного города. Есть поселок Комсомольский в Павловском районе. Поеду туда работать. Сами учителя и представители педагогического сообщества надеются, что федеральная программа будет способствовать профессиональной мобильности специалистов и решению кадровой проблемы. Особенно это касается малокомплектных школ в сельской местности. Глеб Поленский, Денис Кузьменко. Новости. В Алтайском крае определились финалисты чемпионата России WorldSkills среди учащихся среднеспециальных образовательных учреждений. Все подробности в сюжете Константина Ганова. Мы в Барнаульском лицее железнодорожного транспорта. Здесь проходит этап чемпионата России WorldSkills по компетенции управления локомотивом. А теперь вопрос, ответ на который знают даже не все рядовые железнодорожники. Перед нами колесная пара. Оба колеса крутятся с одинаковой скоростью, потому что это колесная пара. Вопрос. Как поворачивает локомотив? Ответ в конце выпуска. Уже несколько лет в рамках всемирного движения WorldSkills учащие так называемых ПТУ соревнуются за звание лучшего в своей профессии. На уровне города, региона, страны. Лучшие молодые плиточники, механики и представители других профессий представляют Россию на чемпионате мира WorldSkills. В прошлом году такой чемпионат проходил в нашей стране, в городе Казань. В этом году в связи с пандемией региональные этапы чемпионата России проводятся онлайн. Несколько камер внимательно следят за испытуемым. А эксперты по ту сторону мониторов фиксируют каждый его шаг. Это Антон Дронов, студент Барнаульского лицея железнодорожного транспорта. Победитель прошлого регионального этапа чемпионата WorldSkills в компетенции управления локомотивом. В этот раз за выход в финал он борется с ребятами из 22 регионов страны. Ну, наверное, сложнее всего было с волнением справиться. Если бы не было волнения, я думаю, и модули были бы не очень такими сложными для меня. На нашей компетенции целых пять модулей, где Антон должен хорошо знать нормативные документы, правила технической эксплуатации, инструкцию по движению поездов, инструкцию по сигнализации. Это один из сложнейших модулей для испытуемых. Имитация пневматической тормозной системы железнодорожного состава. Множество датчиков, предохранителей трубок и прочих агрегатов, название которых простому человеку ничего не скажет. А этот тренажер, похожий на компьютерную игру, имитирует вагон локомотива. При этом сам тренажер запрограммирован на имитацию любых погодных и технических условий, вплоть до урагана и схода с рельсов. Все испытания Антон прошел уверенно, без единой ошибки. И у него есть все шансы на выход в финал. Сегодня известно о восьми финалистах в пяти компетенциях. Это электромонтаж, медицинский уход, туризм, предпринимательство и изготовление прототипов. Результатов ожидаем еще по пяти профессиям, среди которых и управление локомотивом. В начале выпуска мы задали вопрос, как поворачивает локомотив, если оба колеса, а это колесная пара, крутятся с одинаковой скоростью. Обратите внимание на сечение колеса. У него два диаметра, внутренний и внешний. И эти диаметры разные. То есть здесь колесо проходит меньший путь, а здесь больший. Вот и весь секрет. Константин Ганов, Анатолий Фукс, новости. Первое административное наказание за проведение массовых мероприятий, а именно в вечеринках с участием большого количества людей, во время действий особых запретов и ограничений, впервые в Алтайском крае привлечен клуб 4Х. Нарушителям придется заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей. Постановление о наказании вынесут. Решение Фемиды в законную силу еще не вступило. И к другим темам. Депутат Алтайского краевого законодательного собрания от партии КПРФ Владимир Попов считает, что московская квартира его супруги стоимостью 65 миллионов рублей обращена в доход государства неправомерно. Об этом он заявил на пресс-конференции представителям региональных СМИ. 65 миллионов рублей столько стоила московская квартира, которую несколько лет назад приобрела супруга депутата. Однако задекларированный совокупный доход семьи за предыдущие три года не превышал 3 миллионов. На это несоответствие обратили внимание в прокуратуре. При этом обстоятельства покупки жилья действительно запутаны. Как утверждает сам Попов, первый взнос в размере 35 миллионов рублей взяли взаймы у предприятия, чьим учредителем является жена депутата. Остальную сумму оформили в ипотеку в одном из банков. Год исправно платили по кредиту. После этого семья Поповых решила досрочно погасить ипотеку. Одну часть данной квартиры выкупила старшая сестра у своей мамы. Вторую часть ипотеки у нас есть определенный займ, который позволил нам погасить. Для чего мы это сделали? Потому что нам было необходимо приобрести второе жилье в городе Москве. С этой целью мы решили, что мы погасим этот кредитный ресурс. Иск об изъятии квартиры в доход государства рассмотрел Павловский районный суд. Местная инстанция встала на сторону депутата-коммуниста и экс-главы Павловского района. Краевой же суд отменил это решение и постановил квартиру изъять. Юристы семьи Поповых намерены оспаривать это решение по формальным признакам, как не соответствующее действующему законодательству. За три предыдущих года до приобретения недвижимости вопрос исследован был и исчерпан. А суд предлагает расширить его проверки и проверить, каким образом были погашены заемные обязательства. Так вот, законом такое право не предоставлено. Напомним, что Владимир Попов несколько раз становился ньюсмейкером для краевых и федеральных СМИ, когда приглашал на дни рождения своих родственников и дни села в Павловском районе российских и мировых звезд. Среди них Александр Маршалл, Бонни М. и Иван Ургант. Однажды Попов даже заявил, что Сиси Кэтч, его родная сестра. По словам депутата от КПРФ, со многими из этих звезд его связывают обычные дружеские отношения. Я не имею отношения ни к бюджетным деньгам, не имею отношения ни к каким коррупционным действиям. Чем завершатся судебные тяжбы, покажет время, а Владимир Попов намерен продолжать политическую деятельность. Тем временем, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин отмечал, что государство не собирается осуществлять тотальный контроль за всеми доходами и расходами граждан. Однако подчеркнул, что уплата налогов – это конституционная обязанность каждого гражданина. И крупные покупки депутатов и чиновников при скромном официальном доходе в этом контексте нередко вызывают вопросы. Глеб Полянский, Сергей Балуев, Новости. В Камнинооби трое детей попали в больницу с алкогольным отравлением. Сейчас девочка 14 лет и мальчике 11 и 12 лет. По словам врачей Каменской центральной районной больницы в удовлетворительном состоянии. Скорую школьникам вызвали прохожие. Увидели, что один из мальчиков без сознания. Полиция будет проводить следствие. Выяснит, откуда у детей алкоголь. Ситуацию на контроль взяла уполномоченная по правам ребенка в крае Ольга Казанцева. Она заявила, для предотвращения подобных случаев создадут межведомственную комиссию, которая выработает меры профилактики. Что касается усиления, расширения количества специалистов, которые будут вовлечены, дополнение каких-то специалистов в профилактическую работу, изменение интенсивности проведения реабилитации. Завтра будем уточнять, проводилась ли работа с несовершеннолетними. Если проводилась, то какая? Достаточная ли она была? Если недостаточная, то не проводилась. Она будет начата, работа со специалистами и обязательными семьями. По предварительным данным, Министерство внутренних дел алкоголь подросткам купил один из жителей Камня-Нааби. Возможно, попросили кого-то из взрослых, не родственников, купить спиртное. И по предварительной информации, кто-то из жителей города Камня-Нааби купил детям пиво. Кто это был в настоящее время, устанавливается. Но в том числе есть медицинское подтверждение, что да, дети могли употребить пиво. Сейчас ситуация также находится на контроле администрации Каменского района. В беседе с нашим телеканалом там рассказали состояние детей, повторюсь, удовлетворительное. Предполагаемая дата выписки 21 августа. А вот их родителей ждет административная ответственность. После выписки из Каменской центральной районной больницы несовершеннолетние будут направлены к врачу-наркологу, полицией. На родителей несовершеннолетних составлен административный протокол. На ближайшей комиссии по делам несовершеннолетних все подростки и их родители будут рассмотрены. И к новостям культуры. Народный мастер Алтайского края выступит на Всероссийской выставке-конкурсе «Русь мастеровая». Елена Леонтьева представит наш регион в номинации «Роспись по дереву». Так что традиционная роспись в стиле 21 века. Скотч, акриловые краски. Сначала нужно очистить и отшлифовать поверхность. Покрыть ее грунтовкой и только после этого можно наносить краски. Работа над росписью старого сундука заняла у Елены Леонтьевой два дня. Традиционная домовая роспись не предполагает каких-то замысловатых узоров. Вместо этого – птицы, цветы и солнце. Птиц на свадьбу мы запускаем. Так вот, птичка – это любовь. Голуби у нас летают на свадьбах. Допустим, цветок он всегда был и остается солнышком. И с детства мы рисуем наверху рисунка. Это всегда что-то такое непонятное. То ли солнышко, то ли рожица, то ли цветочек, то ли что-то. Вот он так и называется. Солярный цветок он так и называется. Домовая роспись появилась на Алтае более ста лет назад. Ей украшали кухонную утварь, двери и мебель. Ремесло принесли на Алтай переселенцы с Урала. Предки Елены Юрьевны были старобрядцами, а бабушка – переселенка с севера. От нее переняла внучка способность в изобразительном искусстве и стала преподавать рисование в школе «Зато-Сибирский». В условиях военного городка рисовать умеешь, будешь рисовать, петь умеешь, будешь хор вести. Каждый человек – это индивидуальность. Он хочет каким-то языком своим сказать о своих темах, о своей жизни. Вот я говорю вот этим языком. А сказать народному мастеру есть что. Важно не только быть интересным и творческим человеком, но и оставаться простым. И в первую очередь заниматься любимым делом. Но когда он занимается тем, что ему нравится, вот мало того, что он не конкурентен, не надо ничего будет, ни антидепрессантов, ни хорошего отдыха. Анара Шагирова, Дмитрий Козерлыга. Новости. На этом у меня все. Еще больше новостей ищите на нашем сайте katun24.ru. Хорошего вам вечера и отличных новостей. Субтитры сделал DimaTorzok